я не виноват арестую того кто сидел за клавиатурой приветствую всех самих у дыма и да мы продал мы продолжаем проходить игру вальгала вальгала кибербанк бармен продолжаем за нашу барман шоу проходить и работать все спокойненько ну до тех пор пока наш бар все-таки закроют 11 уже одиннадцатый день пошел одиннадцатый день нашей работы чего его лунка что это было за лилим просто хороший друг да нам очень хорошо помогла дороти наша дорогая подруга нам очень помогла успокоиться после вчерашней серии сейчас она подсказка выйти сможете поглядеть а так теперь погнали считать дополненную правду лили мы получают получают таинственные таинственные сообщения ладно спит хэллоуин пришел еще в октябре прошел еще в октябре но этот ужасный случай только недавно вызвался общий интерес ленивым лили мы по всему голову городу лили мы по всему городу получают странные сообщения содержание которых в лучшем случае вызывает недоумение а в лучшем вселяют ужас смысл сообщение несет нанесена так как обычный не ясен смысл сообщение не ясен так как большинство лили мы даже не помнят в точности что они слышали но загадочнее всего то что лили мы просто не могли записать эти сообщения словно что-то не позволяло им включить режим записи во время трансляции пока в нашем распоряжении есть лишь непроверенные сведения даже сами лили мы из нашего города в полном недоумении этим сообщением следует относиться очень серьезно особенно в связи с цена растающей угрозой нашей безопасности жуть какая или фейк но тоже самое вероятно но ну скорее всего фейк если к там дороти заглянет надо будет спросить и у нее об этой новости кире микки величайшие но это мы не величайшая под диво пуп опти во всех времен алана смит большинстве своем мир все еще не может смириться с тем что лили мы так быстро внедряются в наше общество некоторые говорят что к ним нельзя относиться как людям так как они бессмертные потому не понимают что значит жить до большинства фанатов кире микки так не считают те кто выступает против лилимов просто дураки по мне так и ми и микки знает больше о жизни чем я сам это при том что я старше самого города сказал 55-летний ричард шоу во время встречи фанатов певицы я согласен с ричардом добавил шестилетний начо может я и пес но и о блин начо блин и окажется это наш это наш песик так сейчас я согласен с ричардом даваял шестилетний начо может я и пес но и может я и пес но я просто очарован тем как она ведет свой блок она так и искренне всему удивляется да и потом никто ведь не знает толком в чем смысл жизни начал пес только не говорите что да да это ваш это наш наш маленький официант клинцы рассмотрит возможность пенсии рассмотре рассматривает возможность смягчения запрятов на импорт лана смит клич сети одной из самых изолированных мест на земле уровень импорта в нем колеблется на отметке 08 0,8 процента однако связи с в связи с дефицитом в городе ситуация может измениться этим утром премьер-министр квинти заявил что правительство планирует смягчить свою политику в отношении импортеров мы не будем ужесточать контроль валюты вместо этого мы зафиксируем валютный курс тем самым заморозив цены на товары первой необходимости на достаточно низком уровне некоторые экспортеры утверждают что частные компании больше не работают в полную силу что неудивительно ведь правительство квинси нациализировал национализировала большинство из них по мнению многих это и стало причиной дефицита то есть он решил все-таки украсть не весь бюджет города это хорошо ну вот это доказательством товарищей национализация работает только при социализме при капитализме это просто один буржуа забирает от другого буржуа буржуа точнее одна группа буржуа забирает удар о другой их производства ну еще при этом нажимается на этом как только может но теперь вперед на работу вот с 3 декабря пятница за вас товарищи погнали вечер добрый здравствуй как ты себя чувствуешь или мы мягкие и теплые что прости ты меня слышал по шкале это грустная да вонючая куча где ты сейчас м грустная куча я все еще ненавижу себя печаль и скорбь все еще терзают меня но как бы это описать шум исчез не уверена что внятно объясняю примерно я тебя понял ну как тебе начал как но как тебе ночка было уютно признаю не могу поверить что ты заплатила дурки за это но если это можно считать оплатой это как я позвонила дурки рассказала про тебя я насильно беспокоилась сложившейся ситуации по секунду она замялась а потом сказала что может потерять из-за этого всю ночь я спросила сколько и она ответила столько чтобы оплатить ту садовую ту садовую которая сейчас пью садовую которую я сейчас пью где ты достала ее номер у меня есть связи и осман но конечно как бы то ни было если тебе нужен еще один перерыв или немного объятий просто дай мне знать слышишь спасибо я бы предложил то же самое но наверное мои объятия тебе нужны в последнюю очередь а если тебе нужен бармен обращайся я это ценю ладно надо нам надо работать нам надо работать так дакс доска где доска где доска вот он все погнали я не знаю появится ли новые песни очень надеюсь это столько пустых мест мне хочется узнать что все таки что это за песня то уже кучу серии подряд одно и тоже слушаем точнее одни и те же песни а все время подавать напитки и вершить судьбы приятно снова это услышать ты что-то сказал разве а ясно были молодец добро пожаловать фалька а это вы ребята четкий сиба и прояви уважение со мной мой босс разве ты не здесь работаешь четкий сиба мой другой босс и говоришь с великим начал натошкой младшим так подожди это заслуживает быстро нет все плевать как кто там будет вообще вы все в они настолько четки что они заслуживают того чтобы попасть ко мне ко мне на прибьюшечку давай прибьюшечку же сделаем все продолжаем скриншотик сделали босс я на перерыв я все понимаю но ты еще даже не начала да блин ну и что же привез привело вас сюда я хотел посмотреть где работает мой лучший боец боец секунду разве я не тебя разве я не тебя обслуживала в прошлый понедельник ой это же ты да она солдат почему ты не доложил мне что работаешь на да ну нет это не да она это просто джей я так понимаю вы тоже что-то делаете в нас что-то делаю я его основал у людей благие намерения но им просто нас нас не понять поэтому я решил создать место где собаки могут быть собаками здесь любая обреченная на страдания собака сможет обрести покой и уют мы построили свой собственный рай на земле вы прим вы принимаете только корки разве я похож на этих сифа сифарических сифарских ублюдков конечно нет я бы я бы может и принимал других животных но к сожалению я могу заботиться только представителях своего вида я бы может и принимала его воспринимала его всерьез это говорящий корки с повязкой на глазу будете заказывать я пас как насчет вас босс что ему для нас настоящих мужиков вы уверены я что заикаюсь ладно мужской напиток для пса может просто что-нибудь горькое не 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 я знаю что ему дать я знаю что ему дать подожди нет 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 где она спазм кишок вот сейчас вы знаете что будет кислый мужской бодрящие после него вы либо по 3 протрезвить или пока чуритесь так да 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 я именно это и сделаю спазм кишок братан это заслужил хочешь мужского именно это ты получишь давай сразу прям на все 100 я сейчас на полностью заполню его корма 3 ну может ему большой спазм кишок сразу выдать а давай сразу большой спазм кишок 8 раз опять 6 ой не подожди сброс так то 4 получается большом способе шок устроим так так еще восемь вот таких флори флор энергит флор энергии до 8 8 флор энергии до и корма 3 а все остальное заполняем корма 3 чик и взболтать давайте погнали смазки шок держите да именно это я и хотел бы вкус хуже чем у моей жопы вы сами это заказали а это все-таки а это все-таки приятное местечко ты устроил их ты устроился в хорошее место солдат спасибо спасибо ему правда платят твои старания помочь нас не будут напрасны мы праву приложим все усилия чтобы сделать нашу жизнь лучше мы же на грани закрытия разве босс может себе это позволить но у нас есть проблема поважнее нам на всех не хватает мяч но нам на всех не хватает мячиков почему мы не можем поделиться теми что у нас уже есть голубец каждая собака имеет право на свойство личный мячик если мы не можем предоставить им даже это какой смысл вообще что-то делать только не говори мне что ей на все насрать и она просто сия сыпит баллом пока есть возможность то есть пока нас не закрыли к чертовой матери кстати говоря теория очень даже входящие но многим коробки она понравились больше чем мячики хорошее замечание как считаешь коробок коробка коробок обойдется дешевле коробки мячиков коробка коробок а бывают коробки коробок конечно бывают как по твоему они их доставляют связанными связанными вместе связанными не говори глупостей впрочем босс может платить мне из своего кармана она у нас такая мир полон реку рекурсивных безумств знаешь ли врачи лечат врачей коробки перевозят в коробках бутылки в бутылках не приз не предстою восхищаться вашей эрудированностью босс стоп эта теория работал работает лишь в том случае если она платит ему деньгами а то ведь она и бифштекс с ним расплачиваться может с ним бифштексом расплачиваться может поэтому завтра ты отправляешься искать продавца коробок явно ясно задание солдат cr так точно сэр но для босса хороший бифштекс дороже всех денег мира подождите сэр но что если в них будет фольга нам пришлось отправить русин штрауса ветеринара потому что он съел обертку от сыра сделанную из вольги проклятье ты прав нам нужен план 10 для таких экстренных случаев босс не стала бы обманывать людей а собак тем более а что если договориться с той девушкой которая работает на этих сейфарских ублюд на этих сейфарских ублюдков она всегда такая добрая с нами точно я еще у нее но очень милая улыбка так что попытаемся заключить союз с ветеринаром до добавь это в список дел и иначе блин совсем забыла что она знал что она знакома с этим псом подождите ты к нам надолго просто проходил мимо мне надо еще сходить по каким по каким делам замечательно джилл можете пойти с тобой джилл может пойти с тобой может пойдет мне ведь заплатят за сегодня да это уже начали решать ладно новобранец выдвигаемся о мой бог бедный джилиан да за что с ним джулиан я заплачу ему в любом случае кстати просто решила нам над ним подшутить да это то это то ладно зачем ты его вообще отправила у джилл был такой видок словно ему требовался хороший перерыв а просто так он бы его не принял аначе его хоть что-нибудь аначе его хоть чем-нибудь займет заодно и развеется а то все бар до бар ну если если так посмотреть то конечно кстати говоря плюс боссу молодец дано молодец прям молодец молоченка это реально корица заботится сотрудников наблюдает такой пример хорошего такого мелкого хозяйничка который заботится своих дружениках ладно я пошла к себе в кабинет у тебя хороший голос хорошо что я тоже с ней работаю ага как ты будешь что-нибудь не пойду сяду там буду ждать заказов окей черт а пусть упустил шанс просить у него платит ли ему и если да тут чем быть мне нужно нажраться срочно дома не приложу как ты почувствуешь себя лучше если не если на сиба ты что прикалываешься мы только что вошли из вышли из здания с кучей собак ведро ты с болтами но у него же кавайская рубашка и клевые очки привет робот он еще и разговаривает твою мать добро пожаловать в вальгалу здорово джилл налей ко мне пиво будь добра сейчас будет джилл ничего не хочешь ладно кувырок сэр так точно сэр какой милашка обойдется значит просто пиво пятничное пиво после работы не может быть просто пивом это самое важное пиво недели с этим не поспоришь его для быть и потому почему бы не сделать его сразу большим кстати говоря да я согласен давай где там по стилю классическое пиво большое я сделаем так 2 это 4 4 2 2 и 4 и 8 флорен декита 8 отлично перемешать пиво добра вот пусть она будет особо о да твое здоровье отжил слушать жил ты любишь пиво нас настолько что количество пустых банок из-под него в моей кров квартире уже становится проблемой у меня был друг со старшей школы который собственно варил собственное варил и очень неплохое кстати могу дать контакты человек из тебе интересно нет спасибо еще немного хлама у меня дома и там вообще нигде будет отступить как дела в собачьи обитать обиде обители но лора лора нам точно не дает скучать и я даже не знаю к лучшему это или нет это как она кролик слишком политкорректный кролик кролик никогда не держала дома кролика они постоянно нервничают и сходят с ума по всяким пустякам и эта девка постоянно трясется как бы не сказать ничего что может кого-то обидеть причем даже не обязательно своего собеседника на работе это не проблема но как-то раз мы пошли гулять и это была такая жесть ты не представляешь да она вообще обещаться не умеет каждой фразе делает огромные паузы во время которых обдумывают как бы так выразиться чтобы никого при том при этом не задеть блин то пример знаете примерно современного человека который я думаю через пару лет именно также будет это количество тех они политкорректных слов будет настолько огромным когда их прямо настолько огромным что тебе придется реально каждый раз обдумывать что сказать но есть конечно ты будешь уже в западной европе жить в европе в сша там придется постоянно думаешь что что-то такое не сказать хотя честно говоря как я знаю например афроамериканцам вообще по наплевать если их так называют это вообще часть их истории и мы им донеси но большинство из них вообще наплевать как их называют потому что он как говорится они сами говорят что данное слово который я не буду называть чтобы самому не влететь youtube такой хотя они можно назвать и негром кажись да им можно назвать это я говорю некая вот там от оскорбить все равно на всякий пожар на то youtube такой им все равно если ты употребляешь не в оскорбительном стоне то им на это вообще плевать нет это конечно прекрасно что она старается никого не обидеть но серьезно на перегибает пал во всем этом есть и доли твоей вины то есть ты иногда без причины орешь есть что ты что ты сказала хотя прекрасно и услышишь в этот момент ну это просто она так милый смешно пугается как кролик интересно это просто у нее характер такой или это ты заставляешь ее следить за тем чтобы она говорит что она говорит как считаешь это довольно легко выяснить как пообщайся с ней наедине ну что ж я думаю данная кстати давайте послушаем дойдем до перерыва и закончим зачем чтобы проверить ведет ли она себя так так и за меня ты же понимаешь что не можешь мне отказать на кону моей чести достоинства знаешь и а еще я хочу доказать что ты просто и ищешь повод свалить все на меня даже если ты права ты немного зациклилась на этой бедняжки она веселая почему она хотя бы реагирует на мои издевки и зануда никак не отвечаешь на мои подполки она пугается дергается и вообще место тебе не находит от смущений и что в этом хорошего но она так мило это делает если будешь продолжать том же духе она либо вообще оборвется тобой все контакты и вы привыкнет и станет как я блять а ты прав ну ладно оставлю ее на время покоя до следующего раза нет проблема не в этом для меня это проблема так ну и чего ты тут делаешь чего к собаке пристал он сказал что ему надо выйти а еще он представился его зовут и ребята как вы вообще ладите с этой лары лоры не знаю по крайней мере мы поддерживаем нормальные деловые отношения какая она но помимо политкорректного кролика медленная она из таких людей которые делают все аккуратно под поэтому очень медленно очень-очень медленно не спорю что в конце концов она отлично справляется с поставленной задачей но ее медлительность порой раздражает хотя и не обязательно находиться с нами в одном здании у неё гибкий график когда чего она в самом самом здании работает потому что она любит собак вот почему я и уверена в том что из-за вас из вас выйдет хорошая пара это очень поверхностное суждение как если бы я сказал что из вас выйдет хорошая пара потому что вы обе женщины ладно плохой пример могу я кое-что сказать безусловно если рода если лора такая мягкая как ты говоришь не было бы ей лучше с кем-то более более уверенным человеком то есть более уверенным партнером ведро с болтами да она тебя девчонкой назвала вообще она права общий интерес и совместимость совершенно разные вещи ты просто не оцениваешь силу любви хочешь что это признать или нет но любовь мая меняет людей кто знает может и станешь более уверенным себе если приведешь недостаточно времени или она сведет меня с ума не исключено но почему ты так настаиваешь на эту на том чтобы мы были вместе потому что она милый кролик и кто-то обязательно захочет ее съесть как мне будет проще за ней пригляды то есть лора пробудила в тебе не материнские инстинкты почему бы тебя сначала не проверить нравишься ли ты ей ты же уже пыталась к ней подкатить я прав ты так говоришь словно я за каждой юбкой гоняюсь как умалишенные они почти она не по части девочек как-то узнала взяла да спросил ну конечно правда она как-то растерялась после моего вопроса потом я услышала как она бормочет вы неужели впервые в жизни встретила лесбиянку это было странно ладно хватит лора хватит лора на сегодня вчера воздержись от шуток типа вчера ты говорил то же самое и множество их вариаций прошу тебя зануда тогда давай давай пить зачем мы сюда пришли в конце концов хорошая идея свечение пожалуйста а мне бы он развязан хорошо так свечение первое свечение пойдет где он свечение неоправданно буры давайте большого она не просила так что делать не будем пока что у нас денег вообще предостаточно так перемешать со льдом выдержать свечение следующее бон развязан так это изысканно бон развязан на вкус как копка элитного спирта с ложечкой сахара блин мне кажется ли она сейчас крайне хорошенько так а напьется потому что после того огромного пива еще развязан перемешать выдержать а так я ошибся так и 9 штучек вот вот держите интересно почему его назвали свечение вроде как его впервые приготовили на мероприятие посвященном видеоиграм автор вроде говорил что хочет дать присутствующим попробовать то что они дают своим клиентам а этим присутствующий а этими присутствующими были представители одной крупной компании разрабатывающие игры похоже компания слишком увлеклась эффектом свечения и барвана решил запечатлеть этот момент в коктейль значит его так назвали не потому что он светился в темноте нет совсем нет пока не сосли с тем и скажи джилл ты когда-нибудь менялась менялась из-за отношений во время 2 чё-то блин говорите довольно сильно до хорошую сторону или плохую надеюсь хорошую хочет уже с меня вредных привычек я слишком упертая для этого хотя мой первый парень заразил меня психом поправлять людей если они говорят как-то неправильно даже страшно представить как я всех тогда без сил а так ты была одной из этих значит а что до меня иногда мне кажется что я стала более как его забыла слова циничкой сухо сухой и ожесточенный устаревший от уставший от всего дерьма которое происходит терпеть люди от людей каждый уставший от всего дерьма которое приходится терпеть от людей каждый день эй я просто тебя цитирую ну да думаю это все из-за своей бывшей которая встречалась в колледже она-то и заразила меня все этой гражда гражданской активностью а что в этом плохого мы ходили протестовать организовали всякие движения чтобы хоть что-то изменить какое-то время мне это нравилось правда но при малейших попытках более серьезных действий я натыкалась на стену стену трусости ну и нежелание некоторых заходить слишком далеко слишком уж далеко стать это правда на это причина почему ничего не меняется по крайней части вообще ничего не меняется очень долго потому что трусость может преодолеть только преодолеть можно чаще всего общество трусость общества только когда он им терять будет ничего когда пролетариату нечего будет терять кроме своих цепей я быстро поняла что большинство этим занимаются просто по приколу и был вообще насрать на то ради чего все затевалась ну или просто захотели просто отметиться чтобы не чувствовать себя такими безнадежными что они ничего не делают ради других они ни капли не верили в убеждения которые отстаивают я переходила из одной группы в другую и везде натыкалась на одних и тех же людей а когда я встречала кого встречала кого-то кто участвовал в акции не из-за каких-то трендов они оказывались опасными экстремистами поэтому я стала менее терпима к этой хрени которую способны творить люди значит дело не в человека с которым ты была в отношениях а в других людях так и что серьезно никогда об этом не думала в таком свете перестань обвинять прошлые отношения в своем нынешнем поведении отвянь кстати где этот другой друг другой-то чувак он был вынужден оставить компанию кое-какой заставить компанию кое-какой собаки понятно а кстати там песик спрашивал не ты ли тот милый ветеран ветеринар который работает на фабрике сейфара мне кажется он хочет с тобой поговорить тогда почему он не говорит это я этого я не знаю ты ведь подрабатываешь на стороне да зарплаты от собак мало чтобы покрыть мою гору долгов и не знаю как ты справляешься сложно поверить что собаки вообще вам платят и это говорит сотрудник заведения где собаки платят за то что она целый день и night хуй по крайней мере не и по крайней мере я думаю что мы ему платим я в этом не вполне уверен будете что-то еще ну достаточно нам завтра она вставать и под нам и под нам я конечно же имею ввиду ее ее позу позвали на пикник если она опять начнет ныть что я заставил ее заставил ее с похмелья тащиться на пикник я просто не выдержу ну ладно тогда пошли увидимся джил пока приходите к нам еще вот умеешь же ты кайф обломать черт возьми еще пара коктейлей завтра кайф обломать обломать уже будешь ты босс я на перерыв позови если кто-то придет хорошо а вот тут и перерыв чик неплохо так надеюсь вам понравилось ксай говоря как это быстро пролетело мне прям не знаю самое неприятное мне надо все время какую-то знаете я конечно по нему все эти задержки между видеороликами это не моя вина я бы постоянно записывал видеоролики но мне кажется эти задержки вообще выгодны потому что они не знаю придают энергии я отдыхаю от постоянного производства видеороликов и прям энергичным становлюсь и более так хорошо все происходит я даже больше эмоции выказываю ну ладно перерыв сделали уже следующий в следующей серии мы продолжим посмотрим кто там вообще следующий придет кстати говоря про то что именно слой то что мы ему подсыпали типа ослабительные по спазм кишок или терраслабительные это я сделал просто надеюсь что это вызовет что-то не очень хорошее я надеялся что он убежит в туалет сразу от спазма но нет жаль хотелось бы я бы хотел бы увидеть как наша героиня будет снова точнее джилиан будет от драйвать все то что там устроит аж товарищ начал ладно сожалению моя задумка не удалось надеюсь вам понравилось ставьте лайки и дизлайки предлагайте игры для прохождения например игра привет шарлотта была предложена одной из моих зритель не зрители одним из моих зрителей она предложила нам эту игру и вот мы ее проходим и она оказалась крайне хороший мне прям нравится и я прям наслаждаюсь и так что давайте предлагайте потому что те кто первыми предложат они сразу попадут вперед в очереди ну еще если конечно я протестирую эту игру и она мне тоже понравится она также пойдет вход заглядьте в описании там будет ссылочка на мой дискот сервер и на на мой рутуб канал на всякий пожарный вдруг что с ютубом случится так мы и связь не потеряем и не забывайте же также там будет ссылочка на человека который сделал нам крайне охрененного дизайнера который сделал мне шапочку и логотипчик спасибо ему большое он вам также может это сделать если вы хотите вот начать свой путь на ю тубе шапочкой и логотипчик также как превьюшки это уже пола 50 процентов всей работы потому что это главное главное привлечь людей к себе и сделаю чтобы они привлекались на ваш канал и не забывайте жать на кнопочку подписаться на колокольчик такое новых видео знаете пополните нашу большую на все такую же крепкую семью и с вами конечно же не прощаюсь скоро увидимся друзья